МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Работу телеканала ННТ продолжают. Новости 24, студия Зухралиева. Здравствуйте. И вот некоторые темы выпуска. Внимание, розыск. Полиция Дагестана розыскивает жителей села Кутишали Вашинского района, подозреваемого в педофилии. Немузейные хроники. Задержан экс-директор Дербенского музея-заповедника Али Ибрагимов. Патриотический дух из поколения в поколение. Сегодня в Махачкаре прошел второй слет юнормейцев. Полиция Дагестана разыскивает мужчину, подозреваемого в педофилии. Алиев Хайрула Пахрудинович, 59-го года рождения, проживающий в селе Кутиша Левашинского района, обвиняется в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней местной жительницы. Всем, кто обладает хоть какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба обратиться в дежурную часть МВД по телефонам, которые вы сейчас видите на своих экранах. Задержан экс-директор Дербенского музея-заповедника Али Ибрагимов, сообщают РИА Новости. Он подозревается в превышении должностных полномочий с нанесением ущерба на сумму около 1 млн 600 тыс. рублей. Отметим, что Али Ибрагимов был уволен в конце февраля после публичного конфликта с мэром Дербента Хизрия-Бакарова. Подозреваемый задержан в Москве, где находился проездом. Сейчас, по данным информагентства, бывшего директора музея-заповедника доставили для дальнейших следственных действий в Дагестан. Экс-глава Дагестана Васильев получил новый пост в аппарате правящей партии. Получив должность, советника президента, бывший глава республики, стал также исполняющим обязанности заместителя секретаря Генсовета Единой России. Теперь Васильев будет отвечать за формирование списков кандидатов в депутаты и курировать общественные приемные Дмитрия Медведева. Об этом рассказал сам секретарь Генсовета партии парламентского большинства Андрей Турчак, сообщает РБК. По его словам, инициатива исходила от председателя партии Дмитрия Медведева. В Махачкаринском аэропорту открыли новый регулярный авиарейс, который связал столицу Дагестана с Екатеринбургом. Вылеты осуществляет авиакомпания Red Wings по расписанию рейсы по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Цена билета от 4 тысяч рублей, а время в пути 2 часа 50 минут. Напомним, что в настоящее время из аэропорта столицы Дагестана совершаются вылеты в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Краснодар, Сочи, Ростов-на-Дону, Сургут, Новый Уренгой и Тюмень. В России предложили бесплатно выдавать лекарства по рецептам. С таким предложением выступил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Лекарства по рецептам врачей нужно сделать бесплатными для всех граждан за счет обязательного лекарственного страхования. По его словам, важно поддерживать врачей, медицинское образование, отечественную фарминдустрию и делать акцент на использовании современных электронных сервисов и услуг в здравоохранении. В Дербенте построят новый шахматный дом. Об этом заявил глава города Хизрия Бакаров. Возведут его на месте старого недостроенного здания шахматной школы в сквере имени Сулеймана Стальского. Проект будущего центра уже презентован. Его городу подарил архитектор Шамиль Аскаров. Мы обсуждали, и Шамиль Аскаров, который, может быть, знаете, архитектор, он говорит, я в свое время делал проект, и хочу, говорит, подарить городу. Он говорит, очень быстро возводим, и ее можно сделать там без разрешения, без ничего. Если вас устраивает, я сейчас покажу вам. Это все интересно, не только для нас. Интересно, зло бы, для младших, для детей, для родителей, чтобы туда пришли, заниматься захотели. В будущем здесь будут организованы занятия на современном качественном уровне. Также будет рассмотрена возможность открытия шахматных хружков в детских садах и школах Дербента. Кроме того, мэр города Хизрия Бакаров сообщил, что готов финансировать выезды чемпионов на турниры и организовывать чемпионаты в Дербенте. Второй слет юнормейцев прошел сегодня в Махачкале. В его работе приняли участие ветераны боевых действий, командиры воинских частей, а также воспитанники и руководители юнормейских отрядов. Он был посвящен 75-летию победы в Великой Отечественной войне и объединил сотни ребят. На форуме побывала и наша съемочная бригада. Форум собрал более 300 участников, лучших представителей молодежного движения из всей республики. Главная цель юнормии – вызвать интерес к географии, к истории России и ее народов. Для ребят была развернута интересная программа. В рамках слета были организованы встречи с героями, исторический квест, а также просмотры патриотических фильмов. Этот фестиваль ежегодный. В прошлом году состоялся первый, в этом году уже второй. Ребята здесь участвуют, победители региональных, федеральных, спортивных, творческих, интеллектуальных мероприятий. Цель – патриотическое воспитание молодежи через те альтернативные площадки, то общение с действующими офицерами. Мальчикам и девочкам есть чем поделиться. Кто-то успешно ездил на Всероссийский форум «Москву», другие с восхищением вспоминают сборы и стрельбы. Со словами приветствия к юнормейцам обратился министр молодежи республики, который поздравил ребят со знаменательным событием. Мы настраиваемся на такую большую совместную работу, в том числе и с нашими юноармейскими движениями. Мне отрадно бывает в муниципалитетах уже везде видеть вас в форме, полностью экипированными. Мы в этом году тоже постарались. Необходимое количество экипировки, которые планировали закупить. Вроде здесь есть часть ребят, которые уже экипированы новой формой. Поэтому мы будем дальше развивать движение. В гости форума отмечали, что старшее поколение знает, насколько важно сохранять в обществе патриотический настрой, знать свою историю и, конечно, любить свою страну. Уже было сказано, не любить свою страну невозможно, потому что мы в ней живем, мы должны ее строить, а строить нашу страну в будущем будете вы. Потому что от вашего профессионализма, от вас, как вы подойдете к жизни, зависит очень многое. Малика победительница районных этапов военно-спортивных игр. Еще год назад девочка дала торжественную клятву быть верной Отечеству и юноармейскому братству, соблюдать сустав, следовать традициям, доблести и отваги. Мне интересна история нашей страны, все, что с ней связано. Я обожаю свою родину, как и все мы. Это огромная честь для нас. Мы любим это. Есть такая профессия – родину защищать. Организаторы уверены, что подобные мероприятия помогут воспитать современные молодежи, будущих героев нашей страны. Зумруд Гамидова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННП, Махачкала. Центробанк рассматривает возможность выпуска в России цифрового рубля с целью повышения конкурентноспособности отечественной экономики. Предполагается, что так называемый цифровой рубль станет дополнительной формой денег наряду с наличными и безналичными. И такая система расчетов появится уже в 2021 году. Цифровой рубль можно будет использовать для онлайн-платежей, а также в офлайн-режиме при отсутствии доступа к интернету. По мнению регулятора, цифровой рубль сможет сделать платежи быстрее, проще и безопаснее. Цифровой рубль будет отличаться от наличных и безналичных денег уникальным цифровым кодом, который при платеже будет перемещаться от одного пользователя к другому. Вводиться в оборот такая валюта будет постепенно. Ну а дагестанский завод налаживает производство прогулочных яхт. Региональное предприятие «Стеклопласт» приступило к производству. Первые образцы уже испытаны. Об этом сообщает Министерство промышленности и торговли республики. Первые катера уже прошли тестовые испытания на открытом море. Все прошло удачно, говорится в сообщении. В настоящий момент изготовили две четырехметровые яхты и заканчивается работа над девятиметровой. Как отметил министр промышленности и торговли республики, производство прогулочных яхт станет большим подспорьем для развития туристической отрасли в регионе. Хабиб Нурмагомедов сохранил вторую позицию рейтинга UFC вне зависимости от весовой категории. Так, рейтинг, как и ранее, возглавил абсолютный чемпион в полутяжелом весе американец Джон Джонс. Напомним, что последний поединок дагестанский спортсмен провел 7 сентября прошлого года против американца Дастина Парье. Следующий бой Нурмагомедова запланирован на 24 октября. В нем он сразится с представителем США Джастином Гэджи. Пропаганда спорта и здорового образа жизни в Ахтынском районе прошел спортивный фестиваль. Мероприятие стартовало с популярного флеш-моба «Начни утро с зарядки». Акцию проекта «Трезвая Россия» за два года поддержали уже около 350 тысяч человек по всей стране. Так, массовая зарядка продолжила свое шествие. В селе Ахты на футбольной площадке собрались порядка 300 человек. Мероприятие объединило людей самого разного возраста. Вместе с местными жителями на тренировку вышли представители органов власти и муфтията, а также известные спортсмены и общественные деятели. Вы знаете, ребята, каждый из вас способен и может стать чемпионом или кем-то жизни. Это все зависит от вас. Как вы любите свое направление жизни, как вы стараетесь, как вы пащите, все зависит от вас. Если вы будете трудиться, работать над собой, все у вас получится. Вот увидите, через лет 10 вы поймете, что все было у вас в руках. Фестиваль продолжился в селе Кака. Там прошел ежегодный турнир по народным видам спорта, посвященный памяти общественного деятеля Магомед Гани Ганиева. Взрослые и дети состязались в соревнованиях по армрестлингу, стрельбе из лука и поднятию гири. Кульминацией стал турнир по перетягиванию каната. В рамках мероприятия для участников были организованы угощения. Организатором фестиваля выступил отдел просвещения Муфтията Республики по Ахтынскому району при поддержке администрации и местных жителей. Таковы новости к этому часу. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова